Дмитрий Голобир Продвопрос готовит для вас самую свежую информацию, отбирает вкусные факты из мира продовольствия и делает анализ наиболее горячих тем. У казахстанцев продолжаются праздничные выходные. Республика отмечает День независимости. Ровно 25 лет назад наша страна начала новую летопись. И в этой летописи много ярких, незабываемых страниц, важных для государства и для каждого из нас. Программа Продвопрос поздравляет всех казахстанцев с праздником. Пусть под нашим небом всегда будет мир, любовь и благополучие. Казахстан является крупнейшей аграрной страной. С первых дней независимости республики агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики. Природные, географические, исторические и экономические условия позволяют Казахстану стать крупнейшим мировым поставщиком экологически чистого продовольствия. Очень многое уже сделано для этого. И еще больше предстоит сделать впереди. Ведь делая вместе, мы достигаем большего. Генеральный спонсор программы – национальный управляющий холдинг «Казагра». Делаем вместе, достигаем большего. Смотрите в программе. Как создавался АПК нового формата «Хронология агрособытий». Новая высота. От старейшей птицефабрики к современному предприятию. Дню независимости республики посвящается. В Алматинской области открыт тепличный городок. Выбираем лучшую сметану. Отечественная продукция против импортной. 25 лет. Четверть века. С высоты этого времени можно увидеть, какой громадный путь прошел независимый Казахстан. А вместе с ним и агропромышленный комплекс республики. Сегодня это одна из лидирующих отраслей. Именно на сельское хозяйство делается ставка в дальнейшем развитии экономики. Добиться такого успеха позволила полная модернизация АПК. И она началась 25 лет назад. Историю зарождения агропрома нового формата вспоминает сегодня и в главном аграрном ведомстве страны. 25 лет назад Казахстан начал новую историю. Трансформации начались во всех отраслях экономики. Но наиболее чувствительно рыночные преобразования сказались на АПК. Отечественному агропрому пришлось адаптироваться к новой модели хозяйствования. Переходный этап длился 10 лет. С 1992 по 2002 год. Политическим и экономическим итогом первого десятилетия стала трансформация собственности из государственной в частную. А также создание правовых основ рыночной экономики. В результате на селе появился собственник. Изменилась ментальность сельчан. Производственные отношения стали выстраиваться на основе рыночных принципов. Следующая страница истории села и аграрного сектора страны началась с инициативы президента ГОТАУЛа. Она стала для казахстанского села судьбоносной. Ее стратегические документы – агропродовольственная программа и программа развития сельских территорий. Были приняты три ключевых кодекса – земельный, лесной, водный. И целый комплекс законов о семеноводстве, фитосанитарии, страховании в растении и водстве и ветеринарии. Был разработан базовый закон в области АПК. Это закон о государственном регулировании и развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий. В рамках программ кредитования были сформированы эффективные финансовые инструменты, которые были направлены на потребности сельхозтоваропроизводителей. Отдельную страницу в истории АПК занимает программа «Агробизнес-2020». Эту отраслевую программу Казахстан заявил в 2013 году. В числе ее инструментов – рефинансирование кредитов, продление сроков возврата займа, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, страхование и гарантирование займов. Общая сумма субсидий, то есть безвозвратных бюджетных вложений в сельское хозяйство, превышает 170 миллиардов теги. Лет 15 тому назад мы очень радовались, когда сумма субсидий достигла 2 миллиардов теги. Продуманная государственная поддержка АПК, дополнительные зарубежные инвестиции позволили стать этой отрасли одним из лидеров экономики. И главное – добиться увеличения производительности. К примеру, в этом году наши аграрии собрали рекордные за последние 25 лет урожая зерна – почти 24 миллиона тонн. Позитивные результаты и животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 70%, а вес на 80 лошадей – более чем в два раза. Соответственно, увеличились объемы производства животноводческой продукции. И так объем производства мяса вырос на 63,5%, молока – на 39%, яиц – более чем в 2,8 раз. АПК вышел на уровень доходной, стабильно развивающейся отрасли. Но это не предел. Казахстанский агропром готов занять свое место на экспортном рынке. Распоряжением президента страны Метельхоз разработал новую государственную программу развития АПК. Ее старт намечен на 2017 год. Главная цель – обеспечение производства востребованной на внутреннем и внешнем рынках сельхозпродукции и продуктов ее переработки. Акцент сделан на кооперацию. Ее основные участники – мелкие крестьянские и личные подворные хозяйства. Ожидаемый охват СПК – 670 тысяч мелких производителей. Обеспечить казахстанцев качественной продукцией и выйти на масштабный экспорт – к этому стремится современная АПК. И это более чем реально. Ведь сельское хозяйство стало другим, более технологичным, эффективным. Аграрии мыслят и работают по-новому, следят за мировыми трендами, внедряют прогрессивные технологии, открывают новые окна возможностей. Новый АПК создавался не только на базе государственных реформ, но и благодаря тем, кто их поддержал, реализовал на практике. Это казахстанские аграрии. Чтобы реализовать модернизацию бизнеса, им пришлось изменить свое мировоззрение, подходы в менеджменте. Как это было и что еще будет, расскажет наш герой, руководитель одной из старейших казахстанских птицефабрик. Независимость. Для Ибрагима Жангуразова, признанного профессионала в сельском хозяйстве, это слово значит многое. Значит новое, перспективное свое. Больше полувека Ибрагим Даутович руководит крупнейшим в республике птицеводческим комплексом. Промышленная история предприятия началась еще во времена Советского Союза. Но вот кардинально новое развитие оно получило лишь в независимом Казахстане. В основе всего того, что наше хозяйство вот такое сегодня, я не постесняюсь сказать, что оно передовое, лежит государственная политика, политика президента. Сегодня можем исключительно точно сказать, что работаем на уровне многих зарубежных фирм, зарубежных предприятий, я имею в виду родственных предприятий, как по птицеводству, как по растеневодству, так и по животноводству. В непростые 90-е отечественному АПК предлагались различные альтернативные варианты господдержки. В 2000-х казахстанский агробизнес ждали новые позитивные реформы. 2000-2005 год – это период перехода к системным мерам поддержки сельского хозяйства, когда закладывались основы для будущего роста. 2006-2010 год – это поиск возможностей устойчивого развития сельского хозяйства, когда реализовывалась соответствующая одноименная концепция. Благодаря всем этим мерам господдержки сельское хозяйство смогло выйти на качественно новый уровень развития. И этот птицеводческий комплекс, которым руководит Ибрагим Даутович, – одно из лучших тому доказательств. Мы сейчас завозим такие кроссы птицы с Россией и с Европой, которых в то время не было. Сейчас наша молодежь проходит такой тренинг за рубежом, и она, возвращаясь в хозяйство, применяет абсолютно все новое. У нас сейчас на птицефабрике совершенно новое технологическое оборудование. Все это позволило повысить производительность почти в четыре раза. Сегодня в одном только современном птичнике, который обслуживает всего четыре человека, находится 140 тысяч курочек. Причем от каждой из них можно получить 300 с лишним яиц. Государство делает абсолютно все. Вот сейчас есть программы о кооперативах – объединяйся и работай. Мясное птицеводство субсидируется. 20% почти мясного птицеводства субсидируется. 20% от себестоимости, скажем. Яичное птицеводство субсидируется. Молоко субсидируется по первому, второму и третьему уровню. До 25 тенге за каждый литр сейчас государство выплачивает субсидии. Это же здорово вообще. Здорово то, что все финансовые инструменты, которые государство использовало для поддержки сельского хозяйства, помогли отечественным фермерам не просто пережить сложные времена, но и открыть для себя новый путь развития. Шаг за шагом, преодолевая препятствия, сельское хозяйство выросло в конкурентоспособную отрасль экономики, на которую сегодня делают одну из главных ставок. Недавно заметил очень позитивную тенденцию. В наших супермаркетах и на базарах становится все больше ранних овощей по очень приемлемым ценам. Огурцы можно купить по 300 тенге за килограмм, помидоры по 350. Доступно. А все потому, что это продукция отечественного производства. Значит, и в качестве можно быть уверенным. Ведь эти овощи выращивают в суперсовременных теплицах. На одном из таких объектов находится моя коллега. Запуск новой теплицы приурочили к 25-летию независимости республики. Лена, привет. Скажи, действительно, недалеко от Алматы появился один из самых крупных комплексов по производству ранних овощей? Привет, Дима. Я скажу тебе больше. Здесь, в Алматинской области, появилась не просто теплица. Здесь вырос настоящий тепличный городок. Его общая площадь 19 гектаров. Сам закрытый грунт, конечно, расположено 12 из них. Сегодня здесь собирают первую партию огурцов в перспективе реализации томатов. В тепличном комплексе к специальным лампам тянутся не только огурцы и помидоры. Здесь также посадили баклажаны и перец, который в народе называют светофор. Овощи созревают в суперкомфортных условиях. Теплица работает по голландским технологиям шестого поколения. А это значит, что тут внедрены системы досветки, зашторивания, затуманивания и капельного рошения. Закрытым грунтом, кстати, эту теплицу можно назвать условно. Вместо него здесь используют малообъемную гидропонику. Если, допустим, в открытом грунте в теплицах с почвой используют очень много химикатов, гербицидов, пестицидов, то мы уже изначально избегаем от всего этого, поскольку у нас очень чистый субстрат. Отказаться от химии в производстве овощей позволили и эти маленькие помощники. Мы используем для опыления шмели. Также для противовредителей мы используем биоагенты. Это те же самые клещи, которые борются с другими, скажем, насекомыми. Создание такого технологичного комплекса с внедрением всех инновационных фишек стало возможным благодаря нацхолдингу «Казагра». Точнее, его дочерней компании «Казаграфинанс». Она стала главным инвестором проекта, вложила в реализацию 4,4 миллиарда тенге. Общая же стоимость объекта составила 7,8 миллиардов тенге. На сегодняшний день это самый крупный тепличный комплекс в стране, построенный при участии «Казагра». Но, конечно, не единственный. На сегодняшний день одобрены к реализации 41 проект на сумму 46,5 миллиардов тенге. Из них на текущий момент уже введено в эксплуатацию 33 проекта. И данные проекты позволяют нам выпускать в районе 63 тысяч тонн. В объем производства ранних овощей свою долю внесет и этот тепличный комплекс. Уже сейчас здесь ежедневно собирают до 20 тонн огурцов. На подходе томаты. Вся продукция будет реализована в крупных торговых сетях Алматы. Излишки огурцов отправляют в Павлодарскую и Карагандинскую области и в Астану. Введя на полную мощность, тепличный комплекс планирует насытить витаминами и рынок России. Отечественные овощеводы уверены в том, что наши помидоры и огурцы будут пользоваться у соседей большим спросом. Ведь они выращены с учетом всех международных требований к экологически чистой продукции. За годы независимости в Казахстане открылись тысячи новых производств, в том числе и в секторе пищевой промышленности. Как результат, простой потребитель может видеть на полках супермаркетов большой ассортимент казахстанской продукции. Для подготовки постоянной рубрики «Экспертиза продвопроса» наш корреспондент тоже отправилась в гастрономический шоппинг и была приятно удивлена. Верно ли, Азат? Привет, Дима! Верно, сегодня под лупой нашей экспертизы окажется сметана. И выбирая ее для дегустации, я отметила, что этот сегмент рынка представлен в основном отечественным продуктом. Это действительно приятно. Посмотрим, кто окажется победителем. Сегодня на Суд экспертов мы представим сметану 15-процентной жирности от четырех производителей. Это отечественный Адал, Адари и Президент, а также простоквашина из России. Образцы были подготовлены к дегустации. Упаковка ликвидирована, каждому из них присвоен случайный номер. Пробуем и оцениваем. Мне более понравился 38-й номер. Не знаю, из всех он и по кислости, которая должна быть присуща к сметане, самый более подходит к настоящему вкусу. Я проголосовала за номер 38, но вот он мне показался более ближе к натуральному, не такой кислый, меньше кислоты, более вкусный, более какой-то натуральный. За 55-й номер, потому что она не кислая. Я кислая, ничего не люблю, поэтому она какая-то такая нежненькая сметанка, вкусная. Выбрать маложирную сметану высокого качества – задача не из легких. Каждый супермаркет предлагает широкий выбор этого кисломолочного продукта. Прочитайте состав. Убедитесь, что это сметана, а не сметанный продукт. В сметане содержится молоко и различные заквасочные культуры. И никаких стабилизаторов и консервантов. Это запрещено по ГОСТу. При выборе сметаны в магазине в первую очередь обратите внимание на срок годности. Чем он короче, тем качественнее считается продукт. По органолептическим показателям, сметана должна быть без посторонних привкусов и запахов, однородной консистенции. Цвет может варьироваться от белого до бледно-желтого. Первый раунд экспертизы подошел к концу. Народные судьи отдали больше всего голосов номеру 38, Простоквашино. Второе и третье место занимают Адал и президент. А сметана Адари – последний в потребительском голосовании. На этом экспертиза не закончена. Что скажут профессиональные эксперты? После тщательной дегустации технологи объявляют победителя. Им оказывается образец номер 17. Это продукция казахстанского бренда – Адал. Этот образец идеален по всем органолептическим показателям. Он без посторонних запахов, вкус свойственный настоящей сметане с однородной консистенцией. Видно, что продукт пастеризован, но комки жира тщательно измельчены. В общем, хорошая сметана. На втором месте лидирующая в потребительском голосовании сметана от Простоквашино. На третьем месте у специалистов, так же, как и у потребителей, оказался образец под номером 42. Продукция торговой марки «Президент». А сметана номер 55 торговой марки «Адари» вновь оказывается в аутсайдерах. По вкусе чувствовалась чрезмерная кислинка. Вот так завершилась наша независимая экспертиза. Вы должны выбрать фавориты самостоятельно, полагаясь на свой вкус. Как это сделать, мы рассказали. Умных и здоровых покупок! Такой была эта «Продовольственная неделя». В следующем выпуске вас ждет очередная порция интересных тем из агропродовольственного мира. Генеральный спонсор программы – национальный управляющий холдинг «Казагра». Делаем вместе, достигаем большего. С вами был Дмитрий Голобир. До свидания. Казахстан является крупнейшей аграрной страной. С первых дней независимости республики агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики. Природные, географические, исторические и экономические условия позволяют Казахстану стать крупнейшим мировым поставщиком экологически чистого продовольствия. Очень многое уже сделано для этого, и еще больше предстоит сделать впереди. Ведь делая вместе, мы достигаем большего. Субтитры создавал DimaTorzok